Ну я хотел бы немножко сказать о предыдущем эпизоде. Вот у меня нет проблем с тем, что там делал этот мордастый придурок. Единственное, что он неправильно сделал, если он хочет стрелять, пусть он тогда приезжает и стреляет, это его право. Зачем он надел каску с надписью Фресса? Это было преступление против всех нас. Представьте, надо отдать должное Российскому Союзу журналистов, который сегодня тоже выступил с заявлением, требуя извинений. Потому что вообще, к сожалению, от Российского Союза журналистов этого ждать не приходилось. И стрелял он из пулемета «Утес» крупнокалиберного 12,7 мм. Я ехал внутри бронетранспортера 10 минут в аэропорт. Вот патроны этого пулемета «Утес» пробивают броню бронетранспортера и вот этот парень, эта звезда российского кино мог меня убить, мог убить какого-то другого солдата. То, что он сделал, это преступление. Вот за это надо лишать российское телевидение, где он там появился, и горчичникам показывать, а не за то, что случилось на Эхо Москвы. А теперь о том, что я там увидел в аэропорте. Я был абсолютно поражен тем, что я там увидел. И меня поразила потом, накрыла как вторая волна реакция Украины на это. Ребята, это у вас происходит пять месяцев. Неужели нужно парню из Техаса было приехать, корреспонденту Лос-Анджелес-Таймс, приехать в аэропорт и вам об этом рассказать? Почему вам это не показывают? Почему вы не видели то, что там происходит? Ребята, там происходит квинтэссенция эпической битвы добра со злом. Что касается войны Украины, давайте называться вещи своими именами, за независимость. Что меня поразило? Когда попадаешь туда, все это похоже настолько нереально, настолько руинировано, настолько разрушено, как будто специально. И это похоже, с одной стороны, на дизайн какой-то постапокалиптической стрелялки компьютерной, а с другой стороны, на какой-то фильм-сет голливудского боевика. И сейчас выйдет мой хороший знакомый Стивен Спилберг и скажет, «Снято!» Но когда я увидел ребят, которые там находятся, среди всего этого кошмара, в этом здании, которое не должно стоять, потому что оно состоит из дыр, там укрыться негде, даже во сне, там лютый мороз, там все кашляют и чихают, там нечем согреться, они согреваются только горячим чаем, водки там нет, кстати, там и матом не ругаются почему-то, но говорят на оперативном русском языке. И вот вышли эти ребята, и я посмотрел, как фотограф, им в глаза, я не собирался этого делать, я снимал репортаж для своей газеты, я понял, что я должен сделать галерею этих лиц, галерею этих глаз, чтобы они вам заглянули в глаза, чтобы вы, голосуя, или там покупая пиво, или встречаясь с девчонкой, или прогуливаясь с ребенком, помнили эти глаза, помнили то, что делают эти ребята там сейчас. Многие могут сказать, это бессмысленно, бессмысленно защищать то, что нельзя защитить. Подъедут два танка, они сметут все это с лица земли, но они там, пятый месяц, каждый день раненые, каждую неделю погибшие, там продолжается, и вот то, что я там увидел, меня тут же отнесло в такой, вот 41-й год из литературы, из такой живой, литературы свидетель, написанной свидетелями того, что происходило тогда. Вот, например, у Михаила Кульчицкого есть такие замечательные строки, на бойцах и пуговицы, вроде чешуи тяжелых орденов, не до ордена, была бы Родина, с ежедневными, Бородино. Конечно, никаких Бородино там нет, нет, но там происходит ежедневное, ежедневное, ежеминутное. Вот Рома, Бачкало, мой хороший приятель, которому я посоветовал бы шлем надевать, на себя, он сказал, что сейчас интенсивность спала. Ребята, последние 2-3 недели, если спала интенсивность, то какая там была интенсивность до этого, я не знаю, это, наверное, был вообще адский ад. Вот что это... Ну да, в эфире же только слышали, там, то, что я увидел... А он находится все-таки в стороне от... То, что я увидел, называется интенсивность, каждая буква большая. И вот, эти ребята, которые там находятся, они все там десантники, связисты, артиллеристы, спецназовцы, кого там только нет. Там такая сборная солянка, там не только 79-я бригада, хотя она составляет, так сказать, ядро, составляла, когда я там был. Там бойцы правого сектора, несколько человек, абсолютные герои, как и все остальные и прочие. И все они, не только правый сектор, но и все эти десантники, они добровольцы. Вот каждый из них, каждый из них приехал туда не по приказу, а спросили, кто хочет поехать в аэропорт. Они встали и поехали. Я вам больше скажу, я находился в Песках несколько раз, провел там очень много времени, и мой первый круг ада вашей войны, второй или третий или четвертый был в Песках. И вот там очень много украинских солдат, тысячи украинских солдат, и большинство из них ждут, не дождутся, когда они приедут в этот аэропорт. Потому что аэропорт превратился для них, для всех, кто борется на этой войне. Ведь подумайте, с одной стороны, у меня это 25-я война, 25-я командировка на войну. Ирак, Чечня, Афганистан, ну долго перечислять. Это самая дурная война по причинам. Я не видел другой войны, для которой абсолютно не было никаких причин. Все было высосано из пальца. Ребята, вы убиваете, там происходит убийство, происходит война, которая не должна была быть, которую невозможно было начать. Это абсолютная глупая волна, построенная на лжи. И сейчас... Спасибо. И сейчас вот эта вот глупая бездумная война превратилась в великую. В великую вашу войну. И Эверест этой великой войны проходит в аэропорте. Вы сказали в одном из своих рассказов, я слушал ваше выступление предыдущее, что это украинский Сталинград. Я хотел бы сказать, вот я проведу дальше эту параллель от Михаила Кульчицкого, от Павла Когана, который жил в том же доме, где живу я, от Семена Гудзенко, киевлянина, кстати, вашего, и русского поэта, и украинского еврея, который написал замечательные строки, и Павел Коган, который написал нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь, и захлебнувшись интернационалом, упасть лицом на высвешенные травы, и даже мертвым славы не сыскать. И Кульчицкий, который написал бой был короткий, не Кульчицкий, а Гудзенко, бой был короткий, а потом лакали водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей, я кровь чужую. Вот эта романтика этой войны, она в глазах, вот эта вот романтика, которую я, в общем, не очень люблю, но я там ее увидел, она в глазах каждого из этих ребят. Там это все перекликается с Великой Отечественной войной. У вас был свой собственный Брест, Брестская крепость, это Саур-могила. У вас были свои котлы, свои окружения, свои жертвы, бессмысленные, свои пленные, тысячи пленных, это был Иловайск. И теперь у вас свой мини-Салинград, это аэропорт. И если в Сталинграде по советскому клише был сломан хребет фашизму, то здесь вот эти ребята, они борются за то, и они ломают хребет, я уж не знаю там, как это называть, фашизм или что, ну это вот этому Мордору, который послал вот этих орков, чтобы они превратили весь Донбасс, всю Украину, вот этот аэропорт. Слава Украине! Слава! Слава!